Добрый день дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Ру Флорида. С вами сегодня снова Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Орландо, Центральная Флорида и сегодня мы находимся снова в нашем излюбленном районе, который называется Метро Вест. Находимся мы здесь не просто так, мы находимся на инспекции дома. Вот как раз чат сейчас наш инспектор на крыше. А почему мы на инспекции? Потому что мы выиграли оффер на этот дом и наша всеми любимая Аиша будет обладателем, извините, этого небольшого, но очень уютного дома. Поздравляем Аиша, этот оффер был выиграть не очень легко, у нас был очень сильный конкурент, была наличка у того конкурента и он предложил всего на две тысячи ниже, две тысячи долларов ниже, чем предложили мы. То есть вот этими двумя тысячами мы со своим финансированием перебили наличку. Так что поздравляю всех, надеюсь, что инспекция дома пройдет удачно. Я как бы не очень сильно волнуюсь, потому что я знаю, что в этом доме была недавно заменена крыша, новая крыша, кондиционер новый, было полностью переделано сантехника, трубы, водопровод, а это самые важные три слона, так сказать, в доме, да. Было очень сложно нам, в принципе, найти что-то в этой ценовой категории, собачка, в этой ценовой категории, потому что у нас был лимитированный бюджет, не больше 400 тысяч. И вот мы уже немножко так носы повесили, потому что в этом бюджете уже в Орландо, в хороших районах, выходят только танхаусы. Ну, мы уже немножко как бы так, ну что делать танхаусы. Но у танхауса, вы понимаете, тоже Чуей очень высокий, и танхаусы это танхаус. Там нет ни дворика обычной, или может быть что-то маленькое где-то, можно один стульчик поставить и барбекю. И тут выходит этот дом на рынок. Я сразу понеслась его смотреть, посмотрела, понюхала. Я всегда дома на запах. В прямом смысле, да? В прямом смысле, да. Свою такую объективную оценку я дала Аише. Она, опять-таки, находится не здесь, в Сиэтле. Она доверяет уже моим оценкам домов. И давайте я вам сейчас расскажу, что мы, в принципе, нашли. Дом находится в районе Митровест. Это комьюнити, то есть здесь есть и Чуей, но очень малый. То есть 60 долларов в месяц. И очень ухоженный комьюнити. Ну, просто, ну, невероятно. Мы проехали уже несколько раз по комьюнити. Домики все в идеальном состоянии. Хозяева любят свои дома в этом комьюнити. В общем, дом вышел на продажу за 350 тысяч долларов. За сколько мы зашли под контракт, к сожалению, я в данный момент сказать не могу, пока дом уже официально не продастся. Размер дома небольшой, но он очень правильно спланирован. Это мы посмотрим попозже. Размер дома 1538 квадратных фит, что в переводе на метраж 143 квадратных метра. Три спальни, две ванных. Это то, что мы и искали. Еще почему хотела Аиша быть в этом районе? У нее сын живет в Митровесте, но уже в той секции района, где конда и танхаусы. Она именно хотела частный сектор в этом же районе, то есть до сына ей 5 минут езды будет от этого дома. Пока что мы будем использовать это как инвестицию на один год. Мы его сдадим. На 12 месяцев здесь не разрешена короткая сдача, но на 12 месяцев разрешена, и через год семья уже сама сюда переедет. По поводу ЭЧУЕ я сказала 60 долларов в месяц. Из чего сделан дом? Дом сделан, сейчас я скажу, из блока. Опять-таки помененная сантехника. Кстати, дом не молодой. Здесь весь район застраивался в 80-х, 90-х, начало 90-х годах. Все эти домики, они примерно были построены в одно и то же время. И дом 1988 года. И это очень важно, что они переделали водопровод, потому что до 97-го года были очень распространены полибиутиленовые трубы, которые сейчас страховые компании не страхуют. И приходится их менять, чтобы получить страховку на дом. Но в этом доме они уже поменены. Интересный нюанс, важный, кстати. Да. И честно говоря, я честно верю, если вот дом переделан, новая крыша, кондиционер, вот в те времена дома строились, мне кажется, надежнее. Да, да, да. Вот. Тогда не было бума такого, да, строительства. Да, да, их строили на совесть, делали на совесть, без всяких косяков так называемых. То есть хорошие дома, и они стоят долго, служат долго. Главное переделать, обновлять какие-то интерьеры и экстерьер. Налог на этот дом 1800 долларов. О, маленький. Небольшой. Но этот налог, тот, кто живет в этом доме, сделал хомстед. Хомстед дает скидку на налог. Это будет отдельная тема, сейчас мы не будем говорить, но есть такой вид исключения из налога. Это может быть по разным причинам, муж, жена, семье дают, но ты должен быть, это должно быть твой праймери. То есть тот дом, где ты будешь жить, то есть в течение этого года, пока мы будем сдавать, это не будет считаться хомстед. А уже, когда семья сама переедет сюда, они уже могут подать тоже на скидку с налога. Район шикарный. Почему люди выбирают очень часто этот район метровес? Потому что очень хорошие развязки дорог, логистика. Можно доехать до Орландо. Я сейчас сюда ехала из даунтауна Орландо 20 минут. Можно доезжать до любых районов города. То есть это находится буквально, если посмотреть на карте, Юля, ты покажешь, да, потом на карте. Это находится как бы вот, ну, такой центральный район. Многие здесь живут и работают в даунтауна Орландо или в других пригородах. И здесь можно добираться до многих районов, не используя платные дороги. И все это быстро и удобно. Ну что, пройдемте. Пройдем, покажем дом. Я немного наговорила. Нет, в самый раз. Я просто очень счастлива. Могу еще много еще рассказать. Гараж на две машины в доме. Мы сейчас зайдем, Юля, в дом. Там в одной комнате была спрятана собачка. Мы не покажем одну спальню, но они похожи с той, которую мы покажем. То есть гостевая спальня. Понятно. Занята сегодня. Да. Посмотри, какие витражные окна, да? Витражные они называются. Правильно. Большие. Есть такое дело. Так, заходим. Все еще с мебелью. Но мебель не остается, правильно? Мебель не остается. Мы хотим попробовать за дополнительную плату. Чтобы они оставили диваны. Посмотрим. И спальный гарнитур. А, в хозяйской спальне. Вот мы заходим, попадаем сразу. Давайте в кухню есть. И сразу попадаем в кухню. Так, приходится. Маленькая прихожая есть, это уже радует. Так, и вот мы попадаем в кухню. Так, что тут у нас? Давайте посмотрим, что в шкафчиках. Всякая кухонная утварь здесь. Это пантре называется. Далее. Обратите внимание, потолок. Он идет скушенный и очень высокий. Да. Да-да-да. Это хорошо. Это плюс. Деревянные фасады. Правильно? Которые по желанию можно покрасить. Как захотите. Можно и так все оставить. I would like you to be in a video. Here is Jodi. Hi. Jodi and Chad. Инспекторы. Которые как раз проводят сейчас инспекцию дома. Мои любимые. Да, я уже работаю с ними много лет. Очень профессиональные и хорошие у них отчеты с фотографиями, с видео и со всеми подробностями. Отлично. Я сказала Jodi, что она нам не помешает. Ага, конечно. Ради бога. Так, ну в общем, здесь такой есть даже островок, да? А островок, кстати, остается? Островок не остается. А, то есть его можно купить будет, да? Можно, да. Можно подраговаться или такой же приобрести. Но он, это не является частью, да-да-да, дома. Встроенной мебели, да. Понятно. А холодильник, смотри, какой красивый. Вот такой холодильник остается. Вот холодильник, он, кстати, тоже не остается, но мы хотим подраговаться. А, то есть можно. Да, мы хотим предложить за него, потому что холодильник, он совершенно... Хороший. Он очень дорогой. Я знаю, такие холодильники около 4 тысяч долларов стоят. Да, да, да. LG. Вот тут отдельно вот эта дверка открывается, плюс еще можно так полностью открыть. Да, можно и дверку открыть. Можно так. Можно вот так. Ну, видно, новый. Ну, хорошо, может быть, торгуется. Да. Будем надеяться. Так, что тут еще есть? Ну, сейчас, кстати, в такой рынок продавца, который сейчас у нас происходит на рынке, очень редко, вообще, очень, вернее, часто не остается холодильник и не остается сушильная и стиральная машина. Ничего не остается. Ничего не остается. Но остается плита, микроволновка и домойка. Но в этом доме остаются, по крайней мере, уже на данный момент сушильная и стиральная машина. О! Так. А значит, мы проходим... Так, теперь мы проходим в гостиную. Здесь вот покажем сразу, да? Мы проходим хорошо в постирочную. Да, вот здесь водонагреватель стоит. И как раз, да, вот эта постирочная, она находит... Я говорю, что очень по-умному спланирован дом. Вроде и помещение большое, но это вот на входе с гаража находится. Упс, сори. Сори сейчас. О, там еще какой-то чердак есть, да. Там чердак. Как раз сейчас инспектор проверяет этик, чердак. Да. Тут вот, вот, инспектор. Так, значит, гараж на две машины, все заставлено, мы уходим. Мне нравится, что здесь находится постирочная, подальше от спальни. Да, и ты знаешь, там вот еще даже вот есть место, где развернуться. А, то есть что-то поставить, да? Да, ты можешь заглянуть за дверь. О, вот тут для кошек все. У них есть лотки для кошек? Ага, ага. Это кондиционер вот этот вот. Так, все, понятно. Вот, теперь точно проходим в гостиную. Гостиная очень хорошего размера. Да. Столовая, гостиная, камин. Потолки высокие. Потолок высокий, да. Придает такой прям объем дому, да. Да, гостиная хорошая такая вот, смотрю. В принципе, так все удачно распланировано, да, все влезает. И стол большой, обеденный. Можно еще больше поставить стол. В принципе, место есть. Здесь такая ниша для телевизора. Телевизор хорошо, а что ниша большая, можно какой огромный поставить. Можно даже, телевизоры сейчас растут. Да, да, да. Можно, в принципе, здесь... Здесь, смотрите, можно очень большой поставить по желанию. Много вариантов. Это плюс, да. Проходим мы в хозяйскую спальню. Опять-таки, потолок высокий. Здесь крыша построена так, что была возможность сделать не низкий плоский потолок, а именно поиграть с потолками. Да. Так, вот это кинг, между прочим, кровать размер большой. Да. Спальня я не могу сказать, что очень большая, но вот кинг, кровать влезает, это уже отлично. И кому... Смотрите, все влазит. Да, вся мебель здесь достаточно такая большая, и еще много места. Да, еще с двух сторон, видите, полочки, шкафчики, все встает. Замечательно. Здесь... Единственное, что здесь нет, walk in closets, да? Да, здесь вот такой вот гардеробный, куда можно зайти. Здесь вот одна гардеробная. Одна. А, есть вторая. И в ванной еще есть одна. Ух ты ж, как придумано все. Ну-ка мы зайдем. Вот, понятно. Для мужчины, для женщины. В общем, для всех. Мне нравится, что здесь гранит и две раковины, как положено, в мастер-басрум. Так, тут у нас только душевая, да? Душевая кабинка. Да, в ванной нет. Ага, туалет отдельно закрывается, что замечательно. И тут даже есть окошко. Что тоже прикольненько. Здесь вот такой маленький минус я вижу, но он не будет минусом, что открытая спальня в ванную комнату. А, да. Но я бы здесь поставила вот эти вот, знаешь, которые barn doors, они называются. Да, 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 да. Разумеется. А есть куда, да? Ну, если вот не было бы вот этого, конечно, здесь места очень много, и она, и место экономит. Ну да. То есть не открывающаяся дверь. И очень красиво выглядит. Можно поставить, кому интересно будет. Вот, кстати, еще кладовочка. А, ну здесь вот постельное белье и все такое. Полотенчики в основном. Так. Проходим дальше. Там собачка находилась с хозяином. Так, собачка здесь, в спаленке. Вот она гавкает, все понятно с ней. Так, а что у нас здесь? О, здесь еще один есть. Здесь еще критеробный. Очень много таких критеробных помещений. Так, классно. Проходи в ванную комнату. Здесь уже есть ванная. О, я вижу, это тоже гранит. Или мрамор. Я вот это уже не понимаю. Не похоже на гранит. Ага, красивый такой. Это гостевой химон-музел. Гостевой, но смотри, здесь есть и ванная тоже. Да. То есть здесь есть все. Отлично. О, еще. О, еще место для хранения всего-всего. Так, и вот такая небольшая... И вот спальня. Небольшая гостевая спальня. Та спальня, в которую мы не смогли попасть. Она такого же размера. Вот это вот окошко. Так. А, как интересно закрывается. Смотри, здесь я ничего такого не видела. Шторками вот такими вот. Слушай, ну прикольно тоже, как вариант. Так, ну у них здесь офис, да? Они сделали себе офис. Но это считается спальня. Так, сейчас еще раз покажем. Вот так выглядит спальня. Так, и еще раз скажем. Здесь такая же точно. По дому мы прошли, выходим на балкон. Что у нас там интересного? Это то счастье, которого нет в там хаусах. Смотри, какая большая веранда закрытая. Кстати, земли здесь 0,22 акра. То есть немалый участок. Нестандартный. Нестандартный, да. Обычно стандартный где-то 0,12-0,14. Так, понятно. Смотри, под скрином достаточно много места. Большая площадь. Можно сделать хорошую летнюю кухню, скажи. Да. Так, а выйти на улицу? А, вот. В общем-то, вот так вот можно выйти на улицу. Инспекторы здесь ходят. Вот так вот мы выходим. Давайте выйдем, посмотрим, что у нас здесь. С этой стороны как выглядит все. То есть вот эта земля, она относится к дому, да? Это собственность. Да, это относится к дому. Вот как раз до... Здесь такой холмик, потому что местность холмистая. Но это даже плюс того, что соседей нет сзади. Да, да, с одной стороны хорошо. То есть здесь можно что-то сделать. Раздолье ваше для фантазии присутствует. И вот это вот уже остается. Сарайчик должен остаться. Там, скорее всего, всякая утварь для сада. А вот это кондиционер большой. Так, и тут вон калиточка. Все, в принципе, мы все показали. Так, поливательный шланг. Скажи, а реально здесь было бы вырыть бассейн? Или все-таки этого мало? Или спа можно придумать? Вообще можно здесь разрешать? Бассейн, думаю, можно. Здесь достаточно земли. Спроектировать что-то такое небольшое. Но единственное, что доступ... Там стоит глухая стена, то есть забор не открывается. А с этой стороны... А там калиточка. Калиточка, но она маловатая. То есть бассейн, если будет рыться, он будет рыться вручную. Потому что не сможет проехать машина, которая рыет. И ручная работа, она достаточно дорогая. Да, то есть все можно сделать. На самом деле я бы поставила хаттаб сюда. Вот. А это реальнее. Да, это, конечно, реальнее. Такое квадратное, небольшое бурлилка такая. Вот. Посмотрели. Весь дом обошли. Показали, что могли. Домик, опять-таки, не очень большой, но он очень грамотный. Ребята, честно говоря, с этой стороны тоже зайти, да? Можно и с этой стороны зайти. Честно говоря, ну, это в 150 раз лучше, чем просто там хаос. Конечно, это дом. Чего уж тут говорить. А вот скажи, это камин действующий? Я что-то не заметила. На крыше. Сейчас они там стоят свечки. На крыше есть выход, но я не знаю, если он сейчас в рабочем состоянии или нет. Но это дерево, он как бы настоящий камин. Ну, он похож на настоящий, как минимум. Что тоже прикольно, да? Камин в доме. Ну, мы много чего узнаем по итогам инспекции, когда мы посмотрим договор. Ой, не договор, а отчет. И уже все эти детали, они выяснятся. А когда планируется закрытие, если все будет хорошо? Закрытие будет приблизительно через 30 дней, 32. Я уже не помню дату. То есть через месяц. Мы только что зашли под контракт, да, через месяц. Ну, именно месяц уходит на закрытие контрактов, где есть финансирование. Ну, что, будем прощаться до следующих встреч? Да, спасибо большое, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на канал, мы будем вам больше показывать интересных объектов. Я считаю, что это один из интересных. Ну что, до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» вообще-то пришли снимать бассейн сейчас мы вам покажем комменти здесь бассейн и и и и и